Монокомпонентные диеты Когда человек находится Либо в основном на белковом питании Либо на жировом питании Были такие, по авторам не буду их называть Но добиться снижения веса можно И достаточно быстро Вопрос удержать этот вес И какими последствиями для организма Какой ценой это снижение веса дается В любом случае это очень не физиологичная ситуация То есть неестественная? Абсолютно неестественная Организм у него реагирует как на крайний стресс Пытается скомпенсировать это грубое вмешательство Дефицит поступления углеводов Для организма жизненно опасен Наш мозг гибнет без углеводов Без глюкозы В течение нескольких минут Глюкоза является топливом Как бензин для машины Поступая внутрь клетки при помощи инсулина То есть инсулина открывает дверь в клетку Для вот этого энергетического субстрата Но есть органы Которые могут эту глюкозу получать И в отсутствие инсулина Или при его неэффективности То есть это органы, инсулин независимые Как, например, головной мозг Потому что он без глюкозы погибнет В течение нескольких минут буквально в смысле Поэтому туда она должна поступать независимо Есть инсулин или нет И вот всё направлено на то, чтобы накормить мозг прежде всего И глюкоза, если она не поступает из углеводов извне То она начинает производиться собственным организмом Из того, что у него есть То есть мозг требует И вот чтобы его накормить Начинается переваривание того, что можно У кого-то быстрее уйдёт мышечная масса Другие белки, у кого-то жировая масса И так далее Соответственно, потеря мышечной массы Приведёт к тому, что Это называется саркопения А, собственно говоря, мышцы обеспечивают Но помимо двигательной активности Это то место, где сжигаются жиры При нагрузке Если мышечная масса уменьшается То случай потом Если человек выходит из такого ограничения А он не может на нём находиться всё время Собственно говоря, будет нарастать жировая ткань Функция углеводов Помимо того, что они обеспечивают энергией Глюкоза ещё помогает проникать в мозг нейромедиатором Она является тем паровозиком Который за собой повезёт туда, например, трептофон Без него, вот через эту таможню Которая называется гематоэнцефалический барьер Трептофон туда не поступит А нейромедиаторы Это вещества, которые образуются В том числе и прежде всего в головном мозге Которые нам дают эмоции Успокаивают, радуют Ну и так далее У них много функций Так вот, почему иногда хочется Ну, во-первых, здесь есть культурологические стереотипы Когда расстроились Ну, съешь что-нибудь, да Праздник там У нас всё Ну это же удовольствие Да Ну, потому что Идёт повышение Как раз этих нейромедиаторов За которыми следует Либо успокоение Либо энергия Ну и так далее Зависит от того, что мы едим С помощью питания, кстати Очень можно хорошо регулировать Эмоциональный фон Белковая пища своя Дает эмоции и так далее Но я возвращаюсь к культурологическим Почему? Потому что Сладкое – это награда Иногда, да? Ну Особенно мы детей так приучаем Да, да Успокоители там Ну, как шоколадка получила Хорошая оценка И опять же праздники Это торт Это что-то Десерт у нас всегда идёт В конце приёма еды Как, опять же Вожделенная цель Которая мы Это вот уже всё Мы до него дошли Мы его добились И вот он случился Этот радостный момент Вот Кстати сказать Вот на пути к этой цели Когда ребёнку говорят Вот сладко Съешь после того Как съешь всё остальное И вот он уже не хочет Он сыт Но ему говорят Пока тарелка не будет пустой И он через силу Наедает этот суп Второе пока Ну, ради этой конфетки Или что-то там Чего-то ещё вкусного Да, хотя он уже давно сыт И вот этот вот Неправильный паттерн Как мы говорим Поведение Он закрепляется С перееданием С тем, что он игнорирует Собственное ощущение Насыщения Организм говорит Я не могу больше Уже тошнит Конфетку-то хочется А мама говорит Ешь А мама говорит Ешь Из-за стола не выйдешь Тем более, что у детей Вот это чувство голодорегуляции Оно очень хорошо работает Если его не портить Приём сладкого Быстро повышает глюкозу И вызывает чувство насыщения То есть, если нам надо Остановиться Скажем Мы поняли, что всё И потом вот эту самую конфетку В конце еды И закончили еду Слушайте, сейчас вы мне сказали Очень для меня Новую и важную вещь То есть, получается Если человек склонен К перееданию То ему достаточно Допустим Съел там что-то Понял, что вот хочу ещё Но, наверное, будет лишнее То лучше взять какой-то десерт Съесть что-то сладкое Во-первых, какой он будет Этот десерт Ну, 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 кусочек торта Или шоколадку Ну, если он склонен к перееданию То кусочек торта Я тут не могу рекомендовать Как способ Остановить это переедание Но, скажем Тот же там компот Выпить после этого Как вариант Ну, в конце концов Прервать уже приём пищи С быстрым освещением Возможен И следующий момент Сам по себе ритуал еды Это, ну, так, священодействие Да? Почему, например В той же Европе Во Франции Перерывы Два часа Италия Замирает всё Они пошли на обед И вот у них это время Когда они его посвящают себе Переключаются Отдыхают Общаются Не на ходу Не на ходу И вот за это медленное Поедание Они успевают Насытиться Если мы едим быстро Мы не успеваем Поймать момент Насыщения И переедаем Потом пациент Говорит Я уже съел Мне уже тошнит А я там Если пациент Ну, в данном случае Потому что ко мне приходит пациент Если человек Осознаёт Что он переедает Его уже тошнит А он продолжает В себя кидать Такое бывает Это прям срочно К психотерапевту Это значит Вот Это возможно Ребёнок Которого в детстве Ради конфетки Он доедал Подавязь там И так далее И он перестал Воспринимать Вот эти свои сигналы Реагировать на них То есть связь Между желудком И мозгом нарушена Да? Она нарушена Искусственно Это ещё Симптом того Что есть Так называемая Диссоциация То есть когда человек Отстранён От своих ощущений Здесь уже работа Психотерапевта Почему это происходит Как он к этому пришёл Как это исправить Я всё время людям С очень большим весом Говорю Мы должны из вас Сделать место обжора Гурмана Вы не потеряете Эту радость Вы наоборот Её приобретёте Потому что вы сейчас Съедаете много И не чувствуете От этого удовлетворения А потом ещё Чувство вины испытываете А если вы будете Смаковать это всё Медленно Вкушая Вам меньше Гораздо понадобится Для многих Становится удивлением Что например Орехи Это тоже углеводы Все знают Что они жирные Но мало кто знает Что в орехах Тоже большое содержание Углеводов Что клетчатка Это тоже углеводы Что даже зелень Петрушка с укропом Которую мы едим Это тоже углеводы Вообще углеводы Для того чтобы Обмен веществ Функционировал правильно Должны составлять 55-60% Суточной калорийности Ну как мне Простому человеку Без вот этих расчётов Понять Это сколько Мы говорим Тарелку мы делим Половина тарелки Это углеводы Которые будут входить Гарнир, салат Допустим Потом четверть белок И четверть Это один приём пищи Правильнее делить По свойствам Один из параметров Который помогает Пациентам правильно Выбирать углеводы Это гликемический индекс Соответственно Это способность Данного продукта При прочей калорийности То есть взять Одинаковое количество По калорийности Скажем там Яблоко и банана Подъём глюкозы И последующая стимуляция Инсулина Будут больше у банана Гликемический индекс Если мы берём Там 50 и ниже Однозначно Он будет профилактировать Диабет 2 типа Помогать снижать вес Особенно у тех У кого это слабое место С избытком инсулина Которое мы уже говорили Исходный инсулин Повышенный Либо стимуляция на еду Они особенно хорошо На снижении Гликемического индекса Будут снижать вес Но Ещё раз говорю То есть мы не отказываемся От углеводов В принципе Мы меняем качество Я могу есть тортики Шоколадки И конфетки И при этом Не поправляться Или Если я хочу Не толстеть То будь любезна Исключи из рациона Тортики Пирожные Шоколадки Скажем Если это тортики Раз в год На ваш день рождения Ну почему нет А раз в день Это уже не пройдёт А раз в день Ну потому что там Помимо углеводов Ещё и жиров много А углеводы вместе с жирами Это всплеск И быстрое их раскладывание По загромам Скажем так И так далее Вот Поэтому Здесь какая-то альтернатива Этому должна быть И вот про конфеты Вы сказали про шоколад Самое ценное В этом продукте Это собственно какао Его называют там Дар богов И так далее Потому что оно Является источником Косантиновых образований Теобрамин Теофилин и так далее Которые тоже влияют На головной мозг На наш Но В шоколаде Помимо этого ценного Компонента Какао Собственно Порошка Есть ещё масло Которое держит форму И вот это масло Это пустые калории Представьте Шоколадка Почти 600 килокалорий Тот же эффект По воздействию На мозг Ну и на общее самочувствие Можем получить Просто жидким какао Но не в порошке Где крахмал Растворимый А какой Везде что-то есть Какао Порошок Который нужно варить То есть то Что мы кипяточком Залили Быстренько сделали Это крахмал В аппаратах Вот в этих кофейных Это крахмал Там как правило Это быстрое приготовление То есть выход один Это купить чистый Какао Порошок Абсолютно Абсолютно верно Вот чего нам не хватает Опять же Возвращаясь к анализу Дневников питания Избыток по жирам Неправильные углеводы Выбранные И дефицит Катастрофический Дефицит клетчатки А это овощи, фрукты Цельные То есть всегда цельный фрукт Будет предпочтительнее Чем сок Мы не начинаем День с углеводов Правильно Начинается с белка Завтрак тоже Начинается с белка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова